10 лет без воды. На грани выживания оказались жители прифронтового села Семигорье в Донецкой области. Все колодцы в нем пересохли, а водопроводная магистраль перекрыта. В нечеловеческих условиях под ежедневными обстрелами остается полтысячи человек. Большинство это пенсионеры. Кто их поддерживает, узнавали корреспонденты событий. Лучше умер, чем жить, так как мы живы. На термометре 38 градусов, а во дворе Валентины Беспаловой ни капли воды. Вокруг пустые бутылки и ведра. Прихода коровка. Водички просто ничего дать. Слезы на глазах. Ничего дать. Во дворе пенсионерки своя скважина, но последний раз воду с нее доставали 10 лет назад. Водички нема. Духота. Все. Такая ситуация по всему селу. В некоторых колодцах вода есть, но к употреблению непригодна. Вот это водичка. Вот это худоба наша. Пьет такую воду. Валентина Николаевна жалуется. Животные от такой воды часто болеют. Чтобы напоить скот, постирать белье и помыться, жители Семигорье собирают дождевую. У соседки Людмилы еще одна проблема. Выгорел весь урожай. Перец весь засох. В земле какие трещины. Лук весь высох. Ничего нигде не растет. Жители Семигорье обреченно говорят, не живут, а выживают. К тому же каждую ночь прячутся в подвалах. Рядом линия фронта. Мы заикались. Мы не могли даже разговаривать. У нас такой страх появился, что думали, уже концы нам пришли. Нас трясло так усилить. Когда ця война окончится, он не трясется. Все, он не может перепеть эту войну. Постоянные стрессы подкосили здоровье. И без того небольшие пенсии люди тратят на лекарства. На еду остаются копейки. Выжить помогает гуманитарная помощь Рената Ахметова. Ее в прифронтовые села доставляют регулярно. В этот раз продуктовые наборы выдавали жителям Новолуганского, Доломитного, Металлиста и Семигорье. Помощь получили самые незащищенные категории. Пенсионеры, инвалиды, родители-одиночки, многодетные семьи. Всего 800 человек. Женщине, пожалуйста, три наборчика. В этот магазин Валентина Николаевна заходит редко. Цены кусаются. И изредка может позволить себе бутылку очищенной воды. Фу, слава Богу. Ой, ну радость только появляется, как попьем. Чувствуем, что вода, действительно вода. Не то, что привозно, это страшно. И мы берем ей ничего, не чай, не варим, только так и пьем. Они живут от дождя к дождю, но не перестают надеяться. Все еще будет, как раньше. В поселке восстановят водоснабжение, а в Украине наступит мир. Юлия Меншакира, Оксана Корчума, Евгений Кунин. События. Канал Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...